Музея Уральского искусства Который был издан Среднеуральским книжным издательством в 1979 году В этот сборник вошла основная часть стихотворений поэта Они расположены так, как их расположил сам поэт В 1892 году, незадолго до смерти, пед составляет список своих стихотворений Который должен был лечь в основу большого собрания оригинальных стихов, поэм и переводов Поэм и переводов данный сборник не включены Оригинальные стихотворения были разделены фетом на разделы Последний раздел книги «Стихотворения, не включенные в основное собрание» Состоит из небольшого количества стихотворений, отобранных из числа, не включенных фетом в его список Фронтиспис и шмутститулы к этой книге были выполнены Владимиром Сысковым в технике печатной графики ксилографии Фронтиспис – это рисунок или портрет, помещаемый слева от титульного листа книги Перед нами портрет Афанасия Фета, где поэт изображен сидящим в кресле на фоне пейзажа Афанасий Афанасьевич Фет – русский поэт, переводчик Поэзия Фета – одна из вершин русской лирики Фет – один из замечательнейших русских поэтов-пейзажистов Множество стихов он посвятил временам года Предстает в его стихах и русское лето В шмутституле к разделу «Лето» изображен деревецкий пейзаж с мельницами и полями и вид усадебной террасы Шмутститул – страница, помещенная перед отдельными частями и главами книги, на которой помещается заглавие или иллюстрация Композиция шмутститулов Сыскова складывается из сочетания овала и прямоугольника Так выглядит шмутститул к разделу «Лето» и остальные шмутститулы Следующее произведение шмутститул к разделу книги «Кофелии» Офелия – персонаж трагедии Шекспира Гамлет В овальном изображении мы видим самого принца датского, поглощенного думами и переживаниями Офелия – как видение, как дух парит в воздухе Офелия у Фета – мой гений, мой ангел, мой друг, муза – зеркало души поэта Перед нами шмутститул к разделу «Весна» В прямоугольной композиции изображен пастух со стадом на залитой весенним солнцем поляне Солнечные лучи попадают в пространство овала, где изображена спящая девушка Сразу вспоминается стихотворение «На заре ты ее не буди» Природу в стихах Фета мы видим всегда в определенный час суток и в точно определенное время года Это относится и к стихам, входящим в раздел «Вечера и ночи», шмутститул которого сейчас перед нами Мужская фигура застыла у открытого окна Ветер, ворвавшийся в комнату, развивает шторы А в прямоугольной композиции – вид ночного Петербурга, где Фет часто бывал Многие стихи поэта наполнены философскими размышлениями, тоской облом Воспоминаниями о еще волнующей, но уже прошедшей любви, грустью и светлой печалью В полной мере это отражается в стихах в разделе «Элегии и дума» Перед нами шмутститул к этому разделу Где изображена мужская фигура, сидящая в кресле у камина Его поза выражает глубокую задумчивость Возможно, его мысли обращены к воспоминаниям, к прошлому Шлейф в платье связывает овал с прямоугольной композицией Где молодая девушка ждет вечерних свиданий, долгих прогулок и признаний Шмутститул к разделу стихотворения, не включенное в основное собрание Состоит из изображения рабочей обстановки поэта Отодвинутый стул, перья, книги, листы бумаги на столе, канделябр И пейзажа с полями, реками и деревьями Перед нами шмутститул к разделу мелодии Читатель может заметить исключительную музыкальность поэзии фета Близость большого цикла стихов мелодии к романсу Сразу почувствовали композиторы Стихи поэта, положенные на музыку известным композитором Варламовым Завоевали широчайшую популярность В 60-е годы XIX века Салтыков-Щедрин констатирует Что романцы фета распевает чуть ли не вся Россия Для шмутститула к разделу баллады Сысков берет за основу балладу на дворе «Неслышно в юге», Где описывается повседневная картина Мальчик коротает вечер со своей старой няней В разделе «Гадания» в своих стихах Поэт описывает гадания и обряды, которые совершали девушки на святке В шмутституле к этому разделу изображен натюрморт с зеркалом и горящей свечой Эти атрибуты часто использовались для различных гаданий А сюжетная композиция, где кавалеров метель приехал на тройке лошадей к возлюбленной Отсылает нас к балладе Жуковского «Светлана» Шмутститулы Владимира Сыскова небольшого формата Но тем не менее художник подчеркивает красоту и лиричность стихов Афанасия Фета Шмутститул